Каждую среду в студии телеканала Самары ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации начался агитационный этап. Кто контролирует процесс агитации? Что показывают соцопросы об информированности избирателей о предстоящих выборах президента России? В нашей студии Сергей Юрин, политолог. Сергей Викторович, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время. И вот в этот сложный этап, на самом деле, смогли прийти в нашу студию. С чего я предлагаю начать нашу беседу? Вы очень давно, на самом деле, занимаетесь, скажем так, избирательными процессами и работаете вообще в политике. У вас огромный опыт. Вот сейчас начался агитационный этап этой избирательной кампании. Вот оцените ролики, баннеры кандидатов, на ваш взгляд. Ну, на мой взгляд, они все примерно, ну, так скажем, одинаковые по качеству. И носят некоторый оттенок вторичности. Поскольку, ну, вот, пока чувствуется, что они как-то борются не совсем всерьез. То есть они, как бы, они вот сейчас борются в большей степени вот за второе, третье и так далее место. Да, они борются друг с другом, понимая, что, на мой взгляд, вряд ли кто-то из них может претендовать на первое место. А вот публичную деятельность, если оценить, реальную публичную деятельность, как вы ее можете оценить? Здесь, потому что, как бы, здесь уже ситуация несколько другая. Ну, публичная деятельность в ходе избирательной кампании, да, сейчас они занялись достаточно активно. Особенно надо выделить представителя коммунистов Харитонова, который активно ездит по стране, встречается с людьми. Но встречается, прежде всего, конечно, с ориентированным на его партию электоратом, главным образом. Другие кандидаты тоже, как вы видите, кандидаты ЛДПР тоже, в частности, вот, может быть, это и не совсем, так скажем, удачное решение получилось, что он отсутствовал на публичных слушаниях, лично были его представители. Ну, что здесь можно сказать? Безусловно, люди стараются, стараются довести до людей, что такие партии существуют, что они участвуют во всех процессах, вносят свои предложения. Ну, я бы сказал так, вяло критикуют друг друга. Ну, пожалуй, соглашусь, и здесь очень интересно наблюдать вот некоторые переклички роликов, которые я смотрю, все-таки я тоже уже давно живую работу. То есть я вижу, какие идеи и откуда, скажем так, были, ну, скажем так, не украдены, но отголоски предыдущих роликов я тоже нахожу. Очень интересно сейчас смотреть, когда у тебя большой жизненный опыт. Ну, я тоже с вами соглашусь, потому что имею и некий архив, и не только роликов, но и листовок, и плакатов разных партий на разных выборах. Но, с другой стороны, я считаю, что это не грех, как говорится, заимствовать наиболее интересные приемы, наиболее, так скажем, доступные и, так скажем, находящие отклику избирателя. Согласен, согласен, это абсолютно нормально. Вот, кстати, сейчас что показывают соцопросы об информированности избирателей о предстоящих выборах президента России? Ну, я хочу сказать, что цифрами я сейчас не могу сказать, самыми свежими не буду говорить, а качественно большинство, подавляющее большинство, знает о выборах, и в этом есть определенная заслуга. И избирательных комиссий, ну, посмотрите, как, допустим, в нашем области активно используются средства массовой агитации, те же баннеры на улицах города и в области. Я имел возможность вот в декабре, в январе поездить по области, даже по дальним сельским районам. И хочу сказать, что агитация это идет повсеместно. Но агитация, точнее, это неверное слово я употребил, это информирование. Информирование о том, что состоятся выборы. Ну и агитация, в хорошем смысле слова, агитация самого мероприятия, то есть самого процесса. Но информирование, да, другими словами, что вот, товарищи, вот с такого-то по такое-то число, пожалуйста, приходите. Безусловно, мне кажется, что, вот так скажем, сама тема, что участие в выборах – это поддержка государства, поддержка России, комиссиями выбрана, в общем-то, безошибочно. Ну, оно на самом деле так оно и есть, потому что, если ты живешь и ты являешься гражданином государства, ну, на мой взгляд, это обязанность твоя. Потому что по-другому как, собственно говоря, жить. Ты обязан прийти и проголосовать. И принять решение. Я уверен в том, что каждый житель России, и я в том числе, очень заинтересован в том, чтобы в России была сильная авторитетная власть. Потому что для любого гражданина это ничего хуже, чем безвласть или какая-то анархия. А какая власть сильная и авторитетная? Та, которая опирается на выбор народа, на мнение народа. Та, которая была избрана в результате честных, справедливых выборов. Поэтому я думаю, что здесь не погрешу против истины, если скажу, что большинство наших граждан это прекрасно понимают, ощущают, как говорится, на собственной шкуре. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он как раз касается темы информирования граждан о предстоящих выборах. Затем продолжим нашу беседу. Добрый вечер. Добрый. Участковая избирательная комиссия. Члены участковой комиссии каждый вечер совершают обход жителей за три недели. Им необходимо проинформировать жителей более полутора тысяч домовладений. Предварительно на всех подъездах, где есть доска объявлений, вывешиваются листочки, потому что это официально все будут приходить. Люди, которые зададут вопросы, не переживайте, это не мошенники. Указываются номера телефонов и по номерам можно уточнить всю необходимую информацию. Нам выдается комплект. Это сумка, где есть вся информация. Собственно, это все заявления, бланки, весь материал, который мы можем людям раздавать. Также это бейдж официальный. Это значок, собственно, верхняя часть одежды. Ну и планшет все необходимое. Члены избирательной комиссии информируют жителей о проведении выборов президента с 15 по 17 марта. Регистрируют тех, кто изъявит желание проголосовать на дому по состоянию здоровья или по уходу за детьми. Для тех, кто будет голосовать не по месту прописки, есть возможность прикрепиться к другому избирательному участку. Человек может на госуслугах выбрать, именно там есть графа голосования, и они могут выбрать именно тот участок, где они на данный момент находятся. Не в зависимости, где они проживают, чтобы им было удобно. Может, они находятся в командировке, может, они находятся в гостях, либо еще что-то. Бывают разные ситуации. Прикрепиться там, где ему удобно. Лилия Ахмедшина планирует проголосовать на своем участке. Пойдет вместе с сыном Дамиром. Ему уже 12 лет, и интересно было бы посмотреть на процедуру голосования. К тому, что в дверь стучат члены избирательной комиссии, относятся с пониманием. Ведь информировать жителей необходимо, особенно старшее поколение, считает Лилия. Я думаю, для людей, которые более пожилые, которые не имеют возможности обращения в СМИ, наверное, это очень удобно. Поэтому нам-то, конечно, телевизор, СМИ, интернет, брошюры всякие. Екатерина Богданчикова планирует пойти на участок с мужем и сыном Егором, которому 14 лет, и он уже юн армеец. Я считаю, что это гражданский долг любого жителя нашей страны, потому что от этого будет зависеть будущее нашей страны. Поквартирный обход продолжится вплоть до 7 марта. В будни стучатся в двери к избирателям будут с 16 до 21 часа, а по выходным и праздникам с 10 до 20.00. Сергей Викторович, вот, кстати, исходя из этого сюжета, вы сами будете голосовать на своем участке или возьмете открепительные документы где-то в другом месте? Я буду голосовать на своем участке. Ну, мне так повезло, что я живу в центре города. В центре города я вырос, как говорится, прожил всю жизнь. У меня удобно расположен избирательный участок. И даже занимаясь, ну, какой-то общественной деятельностью во время избирательной кампании, я, безусловно, буду голосовать по месту своей прописки. А вот на ваш взгляд, как эксперта, насколько вообще удобно для избирателя организован вот этот процесс сейчас? Потому что три дня можно легко открепиться и проголосовать там, ну, где для себя это будет удобнее. Вот, как вы считаете? Ну, я хочу сказать, что три дня, безусловно, для избирателя удобнее, чем один день. Потому что, ну, больше возможностей, больше выбора. Что касательно, так скажем, вот системы мобильный избиратель, возможности открепиться. Ну, мне кажется, что это некоторый аналог системы открепительных удостоверений. Время вот сейчас покажет, насколько он эффективен, насколько он удобен. Ну, понимаете, в чем дело? У него же есть и определенные недостатки. Ну, например, надо указать, где ты будешь голосовать. Ну, да. А указать за, там, даже 10 дней, последний срок, как вот здесь говорили, ну, иногда затруднительно. И с открепительным удостоверением можно было проголосовать на любом участке, в том числе и на своем собственном. Если вдруг планы изменились, если ты остался, если ты вернулся или поехал в командировку в другое место, а не туда, как предполагалось, за месяц, то это было сделать удобно. Сейчас тоже можно внести изменения, но это, я бы сказал, хлопотно и не очень, на мой взгляд, удобно. Ну, процесс, как бы, на самом деле, он продолжается, процесс вот этого, ну, постоянного улучшения, потому что, ну... Соответственно, законодательство, безусловно, идет, оно непрерывное. Это нормально, это правильно? Да. Что-то принимается и становится естественным, что-то от чего-то отказывается. Это нормальное законотворчество, избирательная практика. Ну, просто для меня лично, конечно, удобнее всего то, что три дня, вот даже пятница, то есть, пожалуйста, пятница, суббота, воскресенье. Ну, по большому счету, ты даже в пятницу после работы можешь, например, зайти и успеть проголосовать, а дальше либо вот у тебя еще... Безусловно, безусловно. И даже если есть какие-то, ну, необходимые по жизни поездки, там, к родственникам или прочее, всегда можно выбрать момент. Это, безусловно, удобно. Есть информация или какие-то данные уже, может быть, об электоральных предпочтениях или пока еще рано говорить? Ну, я могу сказать только одно, что вот некие опросы в ЦИОМа, правда, я их официально не видел, видел ссылки на них в интернете, они говорят, что в настоящее время выделился, ну, лидер, даже не буду называть его фамилией, он достаточно очевиден. И, в общем-то, сам такой результат социологических исследований, ну, не является открытием, не является удивительным. С сюрпризом каким-то, да. То есть каких-то таких неожиданностей не ожидают наши социологи. Вот интересный вопрос и интересный момент. Опять же, вот как раз исходя из вашего опыта, вы, наверное, больше 30 лет ведь в этом процессе, или даже, наверное, 40, если не ошибаюсь. Ну, если считать советский период еще. Ну, если считать советский период, то да. Больше 40 лет. Поэтому многое помните, как бы, многое вы, что называется, трогали руками. Вот что интересно, страны G7, еще процесс-то, собственно говоря, не закончился, они уже, по сути, объявили о том, что готовы признать выборы президента России нелегитимными. То есть еще ничего не произошло, они говорят, это все неправильно. Как вы это можете прокомментировать? Ну, а что мы, собственно говоря, от них хотим? Чему мы удивляемся? Мы хотим, чтобы карай сжарился на сковородке и кричал «вкусно пахнет». Ну, так скажем, не буду громко говорить «враг», но «недруг». Что от «недруга» ждать? Только каких-то нехорошестей. И, кстати, вот на настоящий момент можно сказать, что делаются определенными людьми, определенными силами закладки на то, чтобы потом бросить тень на наши выборы, на нашего избирателя, на его выборы. Ну да, то есть мы об этом сейчас, кстати, поговорим. Да, технологии такие существуют. И вот, кстати, если уж тогда об этом, в одном из телеграм-каналов, ну, по сути, это анонимных телеграм-каналов, потому что там есть только название, которые работают на Самарский регион, при этом, что характерно, совершенно точно знаю, что его руководители сейчас живут вне территории Российской Федерации, то есть за границей, они критикуют общественное наблюдение на предстоящих выборах. Я цитировать не буду, но там есть такие фразы. Видимость наличия наблюдателей, так называемое независимое наблюдение, так называемая общественная палата Самарской области. Проконтролировать честность работы комиссии будет. Ну, то есть там много-много всего сказано. Вот как вы это можете прокомментировать? Ну, что я могу сказать? Вот то ли он украл, то ли у него украли. Вот так бросить тень, замазать, собственно говоря, десятки и сотни тысяч граждан России, которые, так скажем, будут наблюдателями от общественных палат по всей стране, так скажем, отказать им в том, что это честные и порядочные люди, вот так огульно, не имея никаких данных. Это не честно, это недобросовестно. Ну, и, безусловно, это демонстрируют те методы, которые сейчас используются. Конкретно-то сказать ничего нельзя. Ну, да. И удобно говорить, когда ты находишься за границей. И когда ты можешь позволить себе, ну, по большому счету, любую ложь. Ну, безусловно. А так кто-нибудь мог бы оскорбиться и, ну, не на дуэль, но... По нашей традиции выяснить отношения. Ну, как вариант, ну, или, например, какие-то судебные предъявить претензии. Это тоже, кстати. Я предлагаю посмотреть второй сюжет. Он касается как раз вот тоже подготовки выборов. И затем продолжим нашу беседу. Самарская область продолжает готовиться к выборам президента Российской Федерации. Они пройдут 15, 16, 17 марта. На расширенном заседании общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами подвели промежуточные итоги готовности региона и расставили акценты на ближайшие две с половиной недели. Оценить уровень наблюдения в регионе позволит золотой стандарт по общественному наблюдению при проведении выборов президента, утвержденной Общественной палатой Российской Федерации. Он представляет собой анкету с вариантами ответа на поставленный вопрос в формате «да-нет». В процессе выборов каждому наблюдателю предстоит заполнить этот опросник. Анализ собранной информации покажет качественный уровень наблюдения. По результатам будет выстроен рейтинг наблюдения в регионах. Именно благодаря наличию этого золотого, подчеркиваю, стандарта, мы будем в цифрах, в статистике, в динамике этих цифр знать на территории Самарской области, насколько у нас меняется в целом наше наблюдательное сообщество. Общественный контроль готовности избирательных участков региона к голосованию и их доступность для всех категорий граждан – одно из приоритетных направлений в деятельности штаба. На этой неделе члены штаба осмотрели избирательные участки в Новокуйбышевске и Чапаевске. Впечатление, конечно, замечательное, потому что люди встретили меня с улыбкой. То есть видно, что готовы. Избирательные участки находятся в проступных помещениях. Они находятся вблизи общественного транспорта, поэтому людям будет очень легко до них добираться. И также возле каждого избирательного участка имеется парковка. Для маломобильных граждан на избирательных участках везде абсолютно имеются пандусы. Пандусы причем очень удобные. 17 февраля стартовало адресное информирование избирателей. В нем задействованы более 8,5 тысяч членов участковых избирательных комиссий. На сегодняшний день обошли 74% домовладений региона. Гражданам разъясняются все нюансы, связанные с выборами. На заседании штаба подвели промежуточные итоги работы горячей линии. Операторы колл-центра принимают и обрабатывают обращения граждан по вопросам избирательного законодательства и процесса голосования. С помощью горячей линии решаются и вопросы бытового характера. На сегодняшний день операторами принято 26 обращений. Почти 32 тысячи заявлений поступило по мобильному избирателю. Сменить участок для голосования можно, обратившись в территориальную избирательную комиссию, в МФЦ или посредством портала госуслуги. По словам экспертов, президентская избирательная кампания этого года отвечает требованиям законодательства. На данный момент наша избирательная кампания идет в рамках профессиональных требований со стороны организаторов и политической сдержанности, которую, в общем, демонстрируют акторы этой избирательной кампании. За легитимностью и прозрачностью избирательного процесса на каждом его этапе следит общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В его состав вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Сопредседатели президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права Юридического института Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Сергей Викторович, вот мы видим процесс подготовки, он идет активно и, собственно говоря, здесь претензий никаких нет. А вот если говорить об информационных атаках, которые сейчас пошли на предстоящее голосование, на предстоящие выборы, еще одно направление самарцев призывают портить бюллетени на выборах президента. Вот как вы это можете прокомментировать? Ну, я хочу сказать, что, к сожалению, вот наметились определенные заготовки, на мой взгляд, которые идут из-за рубежей нашей страны. Ну, например, появился в интернете не очень удачный ролик про действующего президента. В нем нет ничего отрицательного, но президент представляется такой какой-то балалайчной фигурой, что, безусловно, нацелено на то, чтобы попытаться разрушить его имидж. Другой пример, который можно привести, ну, так скажем, вот призыв портить бюллетени. В разное время предпринимались различные попытки срывать выборы и так далее. С учетом действующего на конкретный момент законодательства, когда-то призывали не ходить на выборы, когда-то призывали голосовать против всех. Вот сейчас они испортят бюллетени. Ну, я не думаю, что будет много желающих. Тем более, что определенный процент испорченных бюллетеней, к сожалению, бывали на всех выборах. Но это технический момент. Кто-то где-то ошибся. Пожилые люди, больные люди, какие-то ошибки. Полностью исключить это нельзя. Ну, в результате их призывов, ну, там на одну десятую процента увеличится количество испорченных избирательных бюллетеней. Гораздо опаснее, мне кажется, что вот на одном из телеграм-каналов появился другой призыв. Они говорят, ну, хотите портите бюллетень, хотите не портите. Но все, кто недоволен действующей властью, все, в общем-то, враги действующей власти, пусть в одно и то же время придут и проголосуют. А мы потом оценим, сколько, так скажем, врагов фактически. То есть, это уже я добавляю к их словам. Но фактически это закладка, двухходовка. Так, и что, какая логика? Ну, логика какая. Вот мы призвали, что все враги придут, ну, в какой-то день, в какое-то время. Не хочу повторять, чтобы не тиражировать. А потом взять и всех, кто пришел в это время голосовать, и друзей существующей власти, и тех, кто просто случайно пришел в это время, и тех, кто никогда не слышал этих призывов, и всех записать в враги и сказать, о, вот как много мы, какая власть слабая, как много людей противостоят ей. Ну, вообще, на самом деле, такой иезуитский ход, я бы сказал. Ну, подленькая двухходовка. Это, мягко говоря, подлая двухходовка. Да, другого слова здесь не подберешь. То есть, человек пришел проголосовать, неважно как, но он вполне возможно и там, но его автоматически записали в несогласное. Ну, вообще цинично. Ну, я думаю, что это уже работа определенных служб за пределами нашей страны. И я очень боюсь, что на этом весь диапазон, так скажем, возможных провокаций еще не исчерпан. Поэтому надо соблюдать определенную бдительность. Определенную гигиену, скажем так. Да, да, чтобы не стать, так скажем, жертвой мошенников, которые без меня меня женили. Ну, да, получилось. Так же, как телефонные мошенники, там, с банковскими картами, вкладами, так могут подставить и здесь. Поэтому здравый смысл – это лучшая защита. Ну, да, и как бы спокойно и максимально хладнокровно на все реагировать. Вот еще интересный факт. Неизвестные лица перед выборами распространили листовки с заголовком «Голосуйте против». Избирательная комиссия решила, что она содержит признаки агитации, а печатный материал признан незаконным. Вот это что можете как прокомментировать? Что это такое? Ну, здесь вопрос зависит, конечно, от того, против чего хотят голосовать. Потому что, в принципе, в свое время была и судебная практика, ну, например, признавались не за соответствующему законодательству призывы неучастия в выборах. Но, так скажем, агитировать за и против того или иного кандидата можно. Конечно. И это вполне естественно. Поэтому, ну, хочу сказать, у меня есть определенный опыт. Я несколько созывов был членом избирательной комиссии Самарской области с правом решающего голоса. Поэтому, конечно, областная комиссия у нас всегда очень взвешена, продумана, подходит к принятию таких решений. Вот, кстати, на ваш взгляд, а как вообще противостоять недостоверной информации? Потому что ее много будет в ближайшее время, очевидно, это еще больше. Вот как обычному человеку вот с этим бороться? Ну, здравый смысл. Вы отчасти сказали, да. Это самые надежные критерии и противостояния. И еще помнить о том, что, к сожалению, наши, так скажем, недруги за рубежами нашего Отечества все время против нас действуют. Эти выборы особенные. Никогда таких выборов еще не было. Это связано с тем, что они проходят в период, когда проводится СВО. И если спецслужбы Украины, да и других недружественных стран находят каких-то людей, которые здесь совершают фактически уголовные преступления, то... Вы имеете в виду прямые уголовные преступления? Ну, прямые, поджоги на железной дороге, террористические акты. То, конечно, они будут пытаться ввести в заблуждение избирателей, находить каких-то людей, которые могут, так скажем, пытаться им подыгрывать, давать какую-то ложную информацию. Ну, врать, по-русски говоря, за деньги. За деньги врать? Да. Поэтому я хочу сказать, что в комиссиях у нас работают по стране сотни тысяч людей. И, безусловно, подавляющее большинство, за редчайшим исключением, это честные, порядочные люди, которые делают, выполняют важную общегосударственную функцию. За наблюдением также участвуют сотни тысяч людей, это и представители партии, и представители, так скажем, общественных палат. Это тоже в своем подавляющем большинстве честные, порядочные люди. И поэтому, ну, послушайте своего соседа, человека, который, ваш сослуживец, работает где-то в составе комиссии, или занимался наблюдением, которое, конечно, за всю страну вам не ответит, но скажет, что на моем участке вот было так, так и так. Поэтому я считаю, что здесь главная задача наблюдения, это, ну, как у Твардовского, одна неправда нам в убыток, и только правда ко двору. Спасибо за интересную и содержательную беседу, и я уверен, что мы еще не один раз увидимся в этой студии, потому что, на самом деле, ну, с вами интересно поговорить, у вас огромный опыт, и вам есть что сказать зрителям. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был политолог Сергей Юрин. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok